Молдавия и Россия подписали соглашение о кредитовании, в смысле мы их, на сумму в 200 миллионов евро, друзья. Ай, молодцы, какие добрые у нас дядька президент, я прям горжусь даже этим человеком. Правда, вот справедливости ради нужно оговориться, подписаны бумаги были еще до того, как нефть ушла в ноль. Хотя, с другой стороны, ну подписаны же уже все, обратно отыгрывать договоренности как-то глупо, а поэтому поздравляю Молдаван и вас, кстати, тоже. Вот ты уже несколько дней, да, за счет матери-пенсионерки живешь, потому что собственные накопления закончились, а главнюк наш, видишь, царские жесты себе позволяет. Пусть весь мир видит, что Владимир Владимирович нежадный товарищ, и чихать он хотел на обвал этого барреля, зато настоящий филантроп. Завидуйте, господа Трамп и Меркель, вам-то по-любе так слабо, в смысле опрокинуть собственный народ ради красивого понта. Тут, господа, опыт нужен, начинаем. Кстати, от того еще смешнее выглядит следующая новость. В конце прошлой недели Узбекистан прислал в Россию самолет с гуманитарной помощью. На борту 5 миллионов масок, а также их медицинская марля. Друзья, вот просто сейчас нажмите паузу, если смотрите данную программу в интернете или в записи, и попытайтесь переварить. Узбекистан шлет в Россию гуманитарную помощь, и, кстати, действительно необходимую, в то время как и некоторые миллионами евро нарочито разбрасываются. Хочется сказать самые теплые слова народу и правительству республики Узбекистан, нашим братьям. Ну а теперь серьезно, без стеба, давайте порассуждаем о той же жалостливой ситуации, в смысле, в которой мы все дружно оказались. Начать предлагаю вот с чего. Помнится некоторое время назад один гражданин, который постоянно всех переигрывает. Великий стратег, потому что обосновал нам, почему чиновники и топ-менеджеры госкомпаний в РФ получают неприлично высокие зарплаты на фоне всеобщей нищеты. Вы забыли? Ну да я вам напомню. В чем может быть засада, если мы сейчас просто возьмем и резко понизим уровень заработной платы чиновников, министров или даже руководителей крупных государственных компаний? Мы просто не найдем достаточно квалифицированных кадров. Они все разбегутся по частным конторам или за границу уедут. И в конечном итоге это отразится на благосостоянии страны и этих рядовых работников, о которых мы говорим. Потому что не будет приниматься эффективных решений, не будут формулироваться планы развития и некому будет их реализовывать. Именно. Гражданин, прошу отнестись к этому с пониманием, сообщил нам в тот раз, что ребятишки, которым государство платит огромные деньжищи, нереально классные специалисты. Таких еще поискать? Хорошо, но у меня вопрос. Вот сегодня махровая домохозяйка знает, почему нефть на мировых рынках ушла в ноль и даже в минус. Да потому что ее переизбыток хранить негде. Тогда какого, простите, все эти мега дорогие суперспецы не смогли заранее просчитать нынешней ситуации. Не предупредили, мол, да, такое может случиться. Может возникнуть перепроизводство, что, безусловно, приведет к снижению спроса на черное золото, а, следовательно, к снижению цены. Для пенсионерки Бабы Любы такая задачка на треть рекламного блока в сериале. А эффективные управленцы из правительства не догнали. Стесняюсь спросить, ну и на кой ляд нам такие профессионалы в министерствах и ведомствах? Они напоминают наших футболистов, получающих миллионы, но не играющих даже на уровне дворовых команд. Зачем, я спрашиваю? Причем эта история с обвалом цены на нефть не внезапно возникла. Сперва была сходка стран, входящих в ОПЕК. В феврале уже там говорили, нужно сокращать объемы добычи или рынок просядет. Господа Новак и Сечин сказали, ха! В итоге мы получили 9 марта и 14 долларов за баррель. Может хотя бы после этого мега-профи головы включили? Тоже нет. И мы получили 20 апреля и цену в минус. Зам главы Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что ситуация с ценами на нефть напоминает картельный сговор и подрывает восстановление всей мировой экономики. Он предложил продавать нефть по принципу «бери или плати». Это означает, что если даже покупатель откажется приобретать тот объем товара, который указан в договоре, ему все равно придется оплатить всю стоимость. Этот принцип уже применяют в газовой сфере. Ах, ну да, как же я про этого-то забыл. Еще один великий экономист. Помните, года два назад, будучи премьером, Димон брякнул, сбор налогов – это основа экономики государства. Сейчас вот новыми перлами сыплет. Но самое печальное – они, блин, там все такие. 20 лет пользу Родине приносят и хотят еще 16? Конечно. Как нет-то? У нас ведь осталось еще что оптимизировать. Как раз лет на 16 хватит? Может быть. Это реальная журналистика с приветом из страны вечного апокалипсиса. Поехали! Впрочем, бог бы с ним, если бы эти ребята, я все о российских чиновниках, только в экономике не волокли. Тут вон и вирус на нас напал. Так они и с этим не знают, чего делать. Прям как та блондинка из анекдота, ну, у которой машина сломалась, она и по колесам попинала. И стекло лобовое протерло, и даже багажник несколько раз открыло-закрыло не заводится. Правительство Мишустина борется с возможной пандемией по той же методичке, подозреваю. Ну, вот, например, как замминистра здравоохранения Краснодарского края проблемы решает? Хотите узнать? Сегодня у меня, например, реально не хватает по вот этому мониторингу просто элементарных бахил для того, чтобы наши госпитали смогли укомплектовать костюмы. Ноль бахил. Скажите мне, пожалуйста, в чем сложность нашить бахил? Я, конечно, понимаю костюмы Тайвик, там, допустим, или маски, или цырьвы, или очки, или респираторы. Проблема. Бахилы. Две тряпочки шить. Возьмите ткань любую. Посадите двух-трех санитарок, которые вам прострочат. Сейчас народ дома сидит. Да нет, тут не двух-трех нянечек. Тут двух-трех чиновниц лучше посадить, отнюдь не дома, а где-нибудь на севере страны. Действительно. Нехай шьют бахилы. Перчатки, варежки, валенки пусть валяют. Пускай отрабатывают зря плату. Господа из Кремля, по-моему, я рад с предложением, только что разродился. Ну да мы же о московских министрах Мишустина говорили. Так вот. Там гениев не меньше. На днях эти господа очередной шедевральной идеей страну порадовали, поручив теперь и властям в регионах начать внедрять цифровую систему пропусков. Минкомсвязь поможет это дело наладить. Минтранс подключит к данной каракатице транспортную сеть. А МВД организует проверку граждан на предмет наличия этих пропусков. Браво! Молодцы! Ой, а напомните-ка мне, кто-нибудь, они же в столице некоторое время назад все это дело внедряли, в итоге парализовали работу транспорта, перезаражали кучу людей, согнав тысячи москвичей в разгар эпидемии в закрытые помещения. А еще нанесли удар по экономике Москвы. Часть столичных предприятий тогда просто открыться не смогли. У кого-то перебои в работе случились, ну и прочие вытекающие прелести имели место. Тю! А теперь бездари из Белого дома всей стране то же самое хотят устроить. Слушайте, правительство Мишустина точно интересы россиян представляет. У меня складывается впечатление, что мы сейчас обсуждаем какую-то диверсию. Я уже много раз говорил, располагаю подозрениями, что где-то во властных кабинетах нашей страны окопался враг. И это очень мерзкий, гадкий и подлый враг. Может его поискать сейчас полезнее будет, а? А мы уж как-нибудь в регионах за счет скреп попытаемся выжить. А вообще вот так вот ради интереса предлагаю сыграть в одну простую игру. Я случайно ее придумал. Просто зайдя в один из дней на один из новостных сайтов, первый попавшийся, и пробежался по списку новостей. Вот он. Читаем вместе. Пропуска нужно дополнить и зарегистрировать за пять часов до выхода. Режим самоизоляции продлят еще на месяц. Полковника Росгвардии задержали по подозрению в вымогательстве. За поездку без пропуска можно получить сразу несколько штрафов. Слушайте, вот тут вот вся забота государства о нас в трудную минуту видна. А если станет еще тяжелее, расстреливать начнут или вешать. Как 75 лет назад на виду у всей деревни. По-моему, тут даже комментировать ничего не нужно. Все. Это была реальная журналистика. Дальше сами все знаете. Ссылка на YouTube страничку сверху. Заходите, подписывайтесь. Там больше серий этого сериала. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте. Темы предлагайте. Под ними мы обсудим. А я за сим. Спешу откланяться. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok